Здравствуйте! Очередная телевизионная лекция из цикла «Английский язык. Теоретическая фонетика», как вы уже поняли, из плана телевизионной лекции, посвящена исключительно вопросам интонологии. То есть мы с вами должны будем разобраться в том, что представляет из себя интонация как теоретическое понятие и что представляет из себя интонация современного английского языка, проанализированная, рассмотренная с теоретических позиций. Итак, интонация. Само слово, сам термин «интонация» восходит к латинскому глаголу «интону» «громко произношу». Итак, интонация как термин восходит к латинскому корню со значением «громко произносить». И интонация означает совокупность просадических характеристик предложений. Прежде всего, предложений. Хотя, с теоретической точки зрения, это не вполне, может быть, правомерно. Вы можете встретить в монографиях иную точку зрения. Вот на нее я и хотел бы обратить ваше внимание. Это касается в основном сравнительно исторических трудов по индоевропейской и славянской акцентологии. Вот в этих трудах принято говорить, например, об интонации слова. Но следует учесть, что в этом случае такие термины, как «восходящая интонация», «нисходящая интонация», а наряду с этими терминами встречаются и такие более редкие, но также употребляемые в лингвистической литературе термины, как «акут», «гравис», «циркумфлекс». Вот эти все термины употребляются метафорически. То есть они указывают на какие-то просадические свойства слов, влияющие на расстановку ударения в них. Но до сих пор природа этих свойств, например, тональная или какая-либо другая, природа этих свойств пока неизвестна. Поэтому мы в нашей с вами работе, в этой лекции, мы будем употреблять слово «интонация» только применительно к фразовой просодии, то есть как синоним для сочетания терминологического, также фразовая интонация. Итак, еще раз возвращаясь к определению термина. Итак, интонация означает совокупность просадических характеристик предложения. А к ним относятся следующие. Это тон, громкость, длительность и фонация. Важнейшим из этих средств, безусловно, является тон. И нередко под интонацией фразы имеется в виду только ее тональная характеристика. Но все-таки чаще слово «интонация», термин «интонация» употребляется в широком смысле, как синоним термина «фразовая просудия». Интонация давно уже привлекала внимание лингвистов, причем не только фонетистов, потому что она играет важную роль в выражении коммуникативных целей и в оформлении синтаксической структуры предложений. Итак, обратите, пожалуйста, внимание и на этот момент на то, что интонация играет важную роль в выражении коммуникативных целей и в оформлении синтаксической структуры предложений. Из крупных лингвистов, которые внесли наибольший вклад в изучение интонации, следует прежде всего назвать Трубецкого, это общая теория интонации, 60-е годы, а также Пешковского, нашего отечественного лингвиста, который занимался семантикой интонационных структур. Это 50-е годы. На развитие общей теории интонации существенное влияние оказали исследования английской фразовой просодии, как в британском, так и в американском вариантах. И эти исследования также имели достаточно продолжительную традицию. Практически они велись на протяжении всего прошлого века. Начинались они в рамках дескриптивной фонологии. Это американская традиция. И надо отметить, что они всегда отличались системностью и детализированностью. Но вот наиболее разработанный вариант традиционного подхода, суммирующий достижения предшественников, представлен в работах Кристалла, это 60-е годы, а в последние два десятилетия большой популярностью пользуется система описания интонации, предложенная американской лингвисткой Пьер Хамберт. Имена вы видите на слайде. Потом в списке литературы, который я предложу вам для дополнительного ознакомления, в конце лекции вы сможете найти первоисточники. Естественно, мы должны будем, прежде чем обратиться к материалу современного английского языка, обсудить принципы описания интонационной системы языка в целом. То есть ввести такой небольшой теоретический экскурс. Итак, мы начинаем с принципов описания интонационной системы языка. Ну и, естественно, нам нужно понять, что представляют из себя общие сведения об интонации, так как это сложилось в рамках американской и европейской лингвистической традиций. Вот с чего следует начать. С того, что разные виды смыслов выражаются разными звуковыми средствами. Разные виды смыслов выражаются разными звуковыми средствами. Ну, например, лексические и грамматические смыслы оформляются с помощью звуковых сегментов и ритмических схем, образующих оболочки морфем и слов. А синтаксическая структура выражается прежде всего грамматическими средствами связывания слов и их порядка. Итак, еще раз, основной тезис. Разные виды смыслов выражаются разными звуковыми средствами. Но высказывание имеет и другие функциональные характеристики. Вот обратите внимание. Другие функциональные характеристики. И главные из них определяют его цель. То есть это может быть сообщение, вопрос, побуждение. А также его коммуникативную структуру. Собственно, что является смысловым фокусом или ремой высказывания. А что служит темой высказывания. Вот здесь вот из курса уже ведения в языкознание, теоретической грамматики. Вам надо будет вспомнить, что представляют из себя термины «тема» и «рема». Менее важны и необязательны это модальные оценки содержания высказывания. Ну, такие как значимости сообщаемого, степени его ожидаемости или желательности. То есть то, что относится к модальности высказывания. Вот перечисленные функциональные характеристики выражаются несколькими языковыми средствами, среди которых ведущую роль играет, безусловно, интонация. Существует два вида интонационных средств, вот как это представлено на слайде. Это так называемые фразовые акценты и интегральные характеристики. Вот фразовые акценты обычно размещаются на ударных слогах слов. А интегральные или, иначе говоря, не акцентные характеристики охватывают группы слов или предложения в целом. Ну, наиболее важные функции интонации выполняются акцентами. Главным признаком акцента является перелом тона. Направление тонального изменения обычно используется как средство выражения цели высказывания. Вот для простоты я вначале сориентирую вас в этой теоретической части на материал русского языка. Вот, например, в русском языке восходящее движение тона зачастую служит показателем вопроса, а нисходящее движение тона — утверждение. Вот взгляните на эти две фразы. Вот здесь эти знаки используются для обозначения, соответственно, восходящего и нисходящего тонов на слоге, вершина которого отмечается вот таким подчеркиванием. Если направление тонального движения служит средством выражения цели высказывания, а я хочу вам напомнить еще один термин — элокуция, цель высказывания, элокуция, то место акцента указывает на его фокус, то есть на что именно направлены вопрос и утверждение. Вот, возвращаясь к первому примеру, положение акцента указывает на то, что говорящий хочет получить подтверждение предполагаемого времени приезда человека. А вот в третьем примере, который вы только что прочитали, место восходящего акцента указывает на то, что запрашивается подтверждение самого факта приезда. Таким образом, размещение акцента связано с оформлением коммуникативной структуры всего высказывания. Обратите внимание на то, что семантические функции интонации в первую очередь состоят в комплексном выражении цели высказывания и его коммуникативной организации. Итак, семантические функции интонации в первую очередь состоят в комплексном выражении цели высказывания и его коммуникативной организации. Именно поэтому для полной тональной характеристики акцентно важно движение тона не только на ударном, но и на соседних слогах. Вот как это представлено в четвертом примере. Для полной тональной характеристики акцента важно движение тона не только на ударном, но и на соседних слогах. И вот в этой схеме знак равенства указывает на ровный тон предударного слога. Вот из этого четвертого примера видно, что падению тона может предшествовать и его подъем, а за падением тона на ударном слоге может следовать восхождение на заударном. Ниже мы рассмотрим и другие тональные конфигурации, которые встречаются в речи. Ну а пока я хотел бы особо оговорить тот момент, что акценты отличаются не только значениями признака направления тона, но также величиной тонального изменения и его областью, то, что называется регистром. И кроме того, компонентами акцента могут быть и маркированные значения других просадических признаков, таких как интенсивность, длительность и фонанс. И вот таким образом акцент, подобно сегментной фонеме, описывается совокупностью значений признаков. Это один из основополагающих тезисов нашей лекции, обратите, пожалуйста, на это внимание. Итак, повторю еще раз. Акцент, подобно сегментной фонеме, описывается совокупностью значений признаков. И вот особенностью основных интенсивных средств, такой замечательной особенностью основных интенсивных средств, в котором относятся тон, интенсивность, количество и фонация, особенностью их является то, что каждая из них может использоваться как локально, то есть в составе фразовых акцентов, так и интегрально, как общая характеристика интонационной группы, которая грамматически выражена словосочетанием или целым предложением. И вот возможности двойного использования просадических признаков разных типов я свел в табличку, чтобы более наглядно представить вам возможности двойного использования, повторю, просадических признаков разных типов. Вот обратите внимание, возможен восходящий тон на ударном слоге, повышенная интенсивность ударного слога, долгота ударного гласного, гортанная смычка в конце ударного гласного. Это акцентное использование, а третья колонка предъявляет вам возможности интегрального использования, то есть инклинация, медленный подъем тона на группе слов, громкое произнесение интенсивной группы как целого, медленный темп группы слов и условно-скрипучий голос на отрезке речи. Вот, напомню, эта табличка наглядно должна представить вам возможности двойного использования просадических признаков разных типов. Конкретные примеры, что представляют из себя два способа использования восходящего тона, например. Вот пример 5А и 5Б. Вот во фразе 5А подъем тона происходит на ударном гласном слова крем, а в реплике 5Б он растянут почти на всю длительность рекламной реплики. Поясню, что вот это сокращение обозначает инклинация, а в квадратные скобки в этой схеме заключается тот фрагмент высказывания, к которому относится инклинация. Еще один пример. Это пример двойного использования количественных характеристик. Вот в примере 6А удлинение, знак удлинения, относится только к ударному гласному, который несет на себе восходящий акцент. А в примере 6Б продление всех гласных создает медленный темп, символ М в скобочках, типичный для вопросительных реплик недоуменного размышления. Вот для таких высказываний типичен также низкий регистр тона, символ Н обозначает низкий регистр тона. И поясню, что вот эта запись означает восходящий тон на ударном слоге, за которым не следует падение на заударных слогах. Области действия разных интегральных характеристик внутри предложения не всегда совпадают, что вот иллюстрирует такой пример. Вот в этом примере, поясню, медленным темпом, символ М, оформлена, собственно, вопросительная часть сложного высказывания. А при этом все высказывание произносится в низком регистре тона, символ М. Любое предложение, как вы понимаете, содержит как акцентные, так и интегральные компоненты интонации. Но при этом интегральные характеристики формальной речи обычно имеют нейтральные значения, которые в транскрипции не отмечаются. Маркированные интегральные огласовки особенно характерны для живой, диалогической и художественной речи. Они выражают эмоциональное состояние говорящего и его попытки воздействовать на эмоции слушающего. Вот такие огласовки являются средством реализации экспрессивной функции интонации. А вот семантическая функция интонации тесно взаимодействует с синтаксической. Поясню, о чем идет речь в данном случае, когда мы говорим о том, что семантическая функция интонации тесно взаимодействует с синтаксической. Акцент обычно относится к одному из слов семантико-синтаксической группы, ну а другие слова данной группы ритмически примыкают к акцентированному. И вот интонационное единство цепочки слов поддерживается, помимо прочего, общностью интегральной просадической огласовки. И в результате создается единая интонационная группа, соответствующая семантико-синтаксической составляющей высказывания. Короткое одноакцентное предложение реализуется, например, как одна интонационная группа. А вот более сложное предложение может члениться на несколько таких групп по числу фразовых акцентов. И границы между ними определяются по наличию интонационных разрывов, которые связаны с переходом от конца предыдущего ритмического кванта к началу последующего. И с изменением также значений интегральных просадических признаков. В качестве показателя границы между интонационными группами внутри предложения могут использоваться паузы, но они не являются обязательными. Вот поэтому следующий пример, который вы увидите на слайде. Вот этот знак, вот этот символ. Этот символ на границе между интонационными группами указывает лишь на потенциальное наличие паузы. Итак, еще раз обращу ваше внимание на то, что в качестве показателя границы между интонационными группами внутри предложения могут использоваться паузы, но они не являются обязательными. Я хотел бы вам привести пример разного интонационного членения, сходных по лексико-морфологическому составу предложений. Посмотрите внимательно на предложения, данные на слайде. Вот как разновидность синтаксических интонационных показателей можно рассматривать фазовые акценты. Наиболее употребительным из них является восходящий тон, указывающий на незавершенность высказывания, как в примере 8b. Вот в русском литературном языке фазовый акцент. Обратите внимание, пожалуйста, на этот термин. В русском литературном языке он обычно используется в конце, не последней интонационной группы внутри предложения. А, например, в русских диалектах «север» он встречается как средство обозначения неконечного предложения в составе многофразового периода. И, наконец, следует оговорить факт, что интонация выполняет и, собственно, фонетическую функцию. Иначе она еще называется эфоническая функция. Дело в том, что при построении просадической характеристики высказывания действуют некоторые общие тенденции оформления отрезка речи, которые способствуют его благозвучию. Вот, собственно, это и есть эквивалент термина «эфония». Эти тенденции особенно сильны в повествовательной речи, например, при чтении вслух рассказа или научного текста. Ну а в диалоге они ослабляются. И в диалоге на первый план выходят семантические и экспрессивные функции интонации. Обратите внимание на этот тезис, который я сейчас озвучу. Речь идет о том, что эфонические факторы способствуют просадической изохрании, то есть членению текста на части, соизмеримой по времени звучания. Итак, эфонические факторы способствуют просадической изохрании и определяют относительную силу семантических акцентов. Дело в том, что наиболее сильным в повествовательных текстах является конечный акцент. Эфонические факторы влияют и на ранжирование словесных ударений. Чередование сильных и слабых ударений предпочтительнее, чем соседства одинаковых по силе ударений. И во всех языках наблюдается такое явление, которое называется деклинация. То есть постепенное понижение тона к концу повествовательного предложения. Вот это явление, явление деклинации связано с ослаблением дыхательного усилия ввиду расхода воздуха. То есть это чисто акустический предпосыл. Итак, вот я постарался в первой части нашей телевизионной лекции ввести вас в терминологический аппарат, связанный с описанием интонации, как языкового феномена. Это, подчеркну, были общие проблемы, но есть и специфические проблемы описания интонации. Вот, собственно, к обсуждению специфических проблем описания интонации мы с вами и перейдем. И здесь, прежде всего, мы должны будем с вами поговорить об интонационных единицах. Итак, интонационные единицы. И здесь мы, прежде всего, должны будем разобраться с термином интонема. Мы уже знаем, что единицами сегментной фонетики являются односторонние единицы. То есть фонеме в общем случае не соответствует единице смысла. Фонемы и различительные признаки выступают как средство противопоставления смысловых единиц, такие как слова или морфема, но не как самостоятельные носители смысла. А вот иначе совсем дело обстоит с интонационными единицами. Все различительные единицы интонации, начиная с признака, являются знаками. Что это означает? Являются знаками. То есть они самостоятельно выражают некоторый смысл. Это справедливо и в отношении акцентных единиц и единиц интегральных. Например, восходящий акцент имеет значение вопроса или незавершенности, а нисходящий — утверждение или завершенности. Высокий уровень тона высказывания указывает на важность сообщаемого, а понижение общего уровня, напротив, используется как показатель его малой значимости. В предложении, естественно, интонационные признаки вступают в разнообразные сочетания и тем самым образуют сложные, семантически сложные знаки. Я предлагаю, это такая традиция уже в фонологии сложилась, пользоваться для обозначения как отдельных признаков, так и их сочетаний термином интонема, отличая при этом акцентные интонемы от интегральных. И следует иметь в виду, что некоторые интонационные характеристики в определенных контекстах могут и не обладать семантической функцией, потому что они обусловлены интонационной позицией. Вот это можно сравнить с несемантическим использованием категории числа и падежа, например, в русских прилагателях. Итак, какого типа интонемы можно принять за исходные единицы описания интонации языка? В принципе, можно было бы опираться на инвентарь признаков, но прежде всего акцентных, исчисляя все их возможные комбинации внутри акцентов и в сочетании акцентов. Но на практике принят другой подход. За основу описания берутся целые просадические конфигурации, отражающие типичные разновидности утверждений, вопросов, побуждения или восклицания. Таким образом, ориентиром является все-таки базовая функция интонации. Напомню, что базовой функцией интонации является выражение цели высказывания. А образцами служат достаточно простые предложения, которые обычно содержат один акцент. А вот интонация более сложных предложений, которые состоят из нескольких интонационных групп, описывается как сочетание исходных базовых конфигураций. Вот именно таким образом в последнее время и строится в большинстве своем исследовании, посвященное изучению интонации. Какие же характеристики задают каждую из конструкций? Прежде всего, это фигура тона на акцентированном ударном гласном и, соответственно, прилегающих к нему слогах. Это как бы центр всей конструкции. Кроме тональных, учитывается еще два акцентных признака. Это динамическое усиление и гортанная смычка. В целом, это дает семь базовых конструкций. И принимается в качестве постулата, что в предцентровой и постцентровой частях интонационной группы тон ровный, а его уровень адаптирован к началу и концу изменения на центре. Тем самым, тип конструкции издает целостную просадическую характеристику любой интонационной группы в любом языке. Следующий вопрос, который мы должны будем обсудить, это сфера действия интонемы. Понятно, что любое интонационное средство, как интегральное просодие, так и акцент, в общем случае относится к некоторой составляющей текста. И вот эта составляющая соответствует сфере действия семантической категории, которой выражает данная просадема. Сфера же действия семантической категории может быть любой компонент от звука до предложения или даже целого текста. Вот этот тезис, наверное, будет легче понять на примере случаев интегральных интонем. Вот, например, быстрый темп, то, что в примере обозначено символом B. Быстрый темп переспроса может относиться к однословной, как мы видим на этом примере, или достаточно сложной фразе. Девятый-десятый пример. Интегральные просодические характеристики, напомню, что под этим понимается уровень тона, темп, громкость, фонация. Вот эти интегральные просодические характеристики могут охватывать более протяженные отрезки текста, состоящие из многих фраз. Акценты семантические также могут относиться к очень разным по грамматической структуре и текстовому объему частям предложения. Или к предложению в целом, хотя они и размещаются обычно на одном слове. Вот, сравните, например, сферу действия восходящего акцента вопроса к двум временным группам. Они заключены в квадратные скобки. Две временные группы. Давайте посмотрим. В первом случае акцент семантически относится к слову. Во втором – к предложению, которое реализовано единой ритмической группой с вершиной на конечном слове. А вот когда акцент относится к группе, выраженной несколькими словами, возникает проблема его размещения внутри этой группы. Оно регулируется достаточно сложными правилами, которые носят семантико-синтаксический характер. В повествовательных текстах, например, акцентные правила взаимодействуют с правилами, определяющими порядок слов. То есть акцентированное слово, например, ставится в конце интонационной группы, как мы видим в тринадцатом примере. Но синтаксическая, а не позиционная обусловленность размещения акцента внутри группы хорошо видна и в диалогических репликах, как в четырнадцатом примере. Из этих примеров и видно, что внутри сложной группы сказуемого акцент помещается на дополнение. А если оно состоит из существительного определения, то на существительное. Это стандартные правила, и эти стандартные правила не действуют при наличии смыслового противопоставления, вот как в пятнадцатом примере. Здесь на самом деле акцент помещается на фокусе противопоставления, двои. При этом он подвергается фонетическому усилению, которое показано здесь выделенной буквы. Вот такой тип акцентирования называется логическим ударением. Логическое ударение может в качестве области действия иметь даже компоненты слова. В теоретическом плане, прежде чем мы перейдем к материалу современного английского языка, нам осталось обсудить исследовательские процедуры в интонологии. Итак, исследовательские процедуры в интонологии. При установлении инвентаря интонем во многих случаях применимы те же процедуры, которые используются и при фономатическом анализе. Ну, прежде всего, метод сравнения минимальных контрастов. Вот давайте, например, сравним следующие противопоставленные пары фраз. Семнадцатый и восемнадцатый. Напомню, что знак равенства, вот этот символ, используется для обозначения ровного тона на слогах, прилегающих к акцентированному ударному. И в отличие от этого обозначения, знак тире используется для ровного тона в пределах ударного гласного. Вот, пожалуй, наверное, вот этот последний комментарий касался вот этого знака тире для обозначения ровного тона в пределах ударного гласного. И вот акцентные контрасты, наверное, с моей точки зрения, удобно продемонстрировать на таких простых примерах, как разные огласовки частицы «да», которые повторяют интонацию вводимой реплики. Вот посмотрите на всю эту серию примеров под номером девятнадцать. А вот другой принцип фонологии, выявление позиционно обусловленных вариантов, находящихся в отношении дополнительного распределения, также нашел свое применение при исследовании интонации. Вот, например, восходящий тон общего вопроса на ударном неконечном слоге сопровождается падением тона на заударном. В транскрипции оно обычно не обозначается. Однако при ударении на конечном слоге это падение отсутствует. Вот, я предлагаю вам в качестве примера сравнить послоговую запись движения тона в двух фразах. Совершенно ясно, что в данном случае мы имеем дело с контекстно обусловленными вариантами одной интонемы. В последние годы в европейской лингвистической традиции пользуется популярностью так называемый голландский метод исследования интонации. Он, голландский метод, ориентирован на перцептивный анализ акустического сигнала и предполагает два этапа обработки графиков основной частоты. На первом этапе осуществляется стилизация графиков, то есть устраняются все перцептивно незначимые изменения тона, то есть контур каким-то образом сглаживается. И необходимость в этом связана с многочисленными изменениями основной частоты, что обусловлено влиянием сегментов. Ну, например, звонкие и шумные резко понижают основной тон. А вот на втором этапе исследования устанавливается инвентарь противопоставленных интонационных единиц. Вот этот метод, однако, ориентирован на классификационные процедуры, которые для интонации, с моей точки зрения, недостаточны. По моему мнению, восстановление как инвентаря релевантных интонационных признаков, так и их возможных сочетаний, большую роль может сыграть целенаправленный поиск средств интонационного выражения разнообразных коммуникативных смыслов. Вот на этом я хотел бы завершить наш сугубо теоретический раздел, в котором, напомню, мы проанализировали, что представляют из себя способы описания интонации. Основные принципы описания интонационной системы языка. Это нам должно сейчас позволить и облегчит во многом наше обращение к собственной интонационной системе английского языка. Хочу обратить ваше внимание на то, что изложение интонационной системы английского языка я произведу в соответствии с традицией, принятой в британской интонологической школе. Напомню, что канонизирован этот материал был в 70-е годы в работах Кристова. Итак, начнем со структуры интонационной группы. В качестве базового объекта описания здесь выделяется тональная единица. Она, по сути дела, аналогична интонационной группе. Но чаще всего, говоря о тональных единицах, анализирует интонационные характеристики достаточно простых предложений, которые не имеют внутренней паузации. И вот это название, этот термин «тональная единица» отражает преимущественное внимание к тональному аспекту интонации. А вот другие ее стороны, такие как интенсивность, темп, качество голоса, также упоминаются, но реально не рассматриваются как полноправные компоненты интонации. Среди тональных признаков первенство отдается направлению движения тона. При этом простые тонны, например, восходящий, нисходящий, ровный, отделяются от сложных. Например, восходящий, нисходящего, либо нисходящий, восходящего, либо восходящий, нисходящий, восходящего. Обязательно фиксируется также уровень тона. Под этим термином понимается регистр, в котором начинается тональное движение. И вот для этого признака предусмотрено три значения. Высокий, средний и низкий. И, наконец, еще одним релевантным признаком считается интервал. Здесь в английском возможны два термина. Интервал тонального изменения, который также может принимать три значения в зависимости от того, движется ли тон в пределах одного регистра, двух соседних регистров или по всему частотному диапазону. Например, восходящее движение тона может происходить только в пределах низкого регистра, либо захватывать также средний или даже высокий регистр, что дает разные величины изменений. Интенционная группа может потенциально содержать четыре компонента, и внутри этой четверки выделяются две подгруппы. Вот группа обязательно содержит ядро и потенциально заядерную часть, которая также называется в русской терминологии хвост. На ядре размещается главный акцент предложения, то есть, говорят, он несет ядерный тон. А хвостовая часть либо не несет акцентов, либо имеет слабые акценты. Однако и на ней могут происходить значимые тональные изменения, и тогда в качестве базовой части интонационной группы рассматривается тональная комбинация ядра и хвоста. Тогда она называется терминальный тон. Придъядерная часть Придъядерная часть также может состоять из двух частей. Они метафорически названы голова и предголова. Голова начинается первым из неглавных акцентов предложения, а предголову образуют безударные слоги, предшествующие первому акценту. Я еще раз напоминаю вам, что обсуждение интонационной системы английского языка базируется на традиции, принятой в британской интонологической школе, поэтому я считаю важным в большей степени или первично предъявить именно англоязычную терминологию, а не отечественную терминологию в этой сфере. Потому что, обращаясь к первоисточникам, которые рекомендованы будут в конце лекции, вы с неизбежностью столкнетесь именно с английской терминологической системой. И, естественно, вторичным является перевод и соотношение уже с отечественной терминологической системой. Вот эта первичность английской терминологии важна для правильного понимания оригинала, первоисточника того исследования, которое вы можете потом более подробно изучить в качестве дополнения к материалу данной телевизионной лекции. Что касается предложения, то оно, предложение, может состоять из одной и более интонационных групп, каждая из которых характеризуется некоторой тональной схемой и семантической целостностью. Вот в качестве примера вы сейчас видите на слайде интонационную структуру английского предложения. Я не знал, что вы были в Лондоне, который состоит из одной группы. Небольшой комментарий. В общем случае, каждый из простых тонов может характеризоваться тремя разными значениями признака уровень. А скользящие тонны могут различаться еще и величиной изменений. Это значит, что потенциально существует 7 видов нисходящего и восходящего тонов и 3 вида ровного тона. Сходным образом предусмотрено несколько разновидностей сложных тонов. Наиболее употребительными являются 8 ядерных тонов, которые принимаются в качестве базовых. Вот на слайде я сейчас вам и продемонстрирую это исчисление базовых ядерных тонов. Низкий, средний, нисходящий. Второй вариант этого тона имеет увеличенный интервал падения. Второе. Высокий, нисходящий. Падение в этом случае заканчивается на низком уровне, то есть тон имеет максимальный интервал изменения. Третье. Восходящий, нисходящий. Восходящая часть локализуется в высоком регистре, а нисходящие движения доходят до низкого регистра. Четвертое. Низкий, восходящий. Он имеет два варианта с малым и увеличенным интервалом подъема. Пятое. Высокий, средний, нисходящий. Второй вариант имеет увеличенный интервал изменения. Шестое. Нисходящий, восходящий. Движение тона происходит в низком регистре. Фонетическая реализация этого тона зависит от структуры акцентированного слова. Если это односложное слово с конечным шумным согласным, типа «сикс», то весь контур реализуется на гласном. А если слог закрыт, сонорным, например, как в слове «тэн», то восходящие движения происходят на этом звуке. Наконец, если имеется заядерная часть, то восходящее движение реализовано на ней. Седьмое. Восходящий, нисходящий, восходящий. В низком регистре. И восьмое. Ровный. На среднем уровне. Различие уровней в транскрипции обозначается с помощью разного размещения знака тона по вертикали. Вот в качестве примера вы видите восемь реализаций в английском языке отрицательной частицы. Возможности тонального оформления интонационной группы в целом увеличивается за счет разнообразия тонов предъядерной части и, в первую очередь, ее головы. Наиболее значимым здесь считается общее направление движения базового тона. Оно либо ровное, оно может осуществляться в трех регистрах, нисходящее или восходящее. Ну и знаки для этих значений, соответственно, представлены в нижней строке. Они ставятся перед первым слогом, несущим фразовый акцент, а знак акцента при этом опускается. Наличие прочих акцентов внутри головы помечается верхней вертикальной чертой. Имеются также различия в способе реализации интегрального тона головы на ударных и заударных слогах. Ну, например, нисходящее движение может происходить в результате ступенчатого или скользящего понижения на ударных слогах или только на заударных слогах. А при наличии предголовы на ней фиксируется уровень базового тона, на котором разворачивается предъядерная часть. Этот признак принимает здесь два значения – высокий и низкий. Если перемножить все комбинаторные возможности, которые представляют сочетание разных тональных оформлений для всех четырех компонентов интонационной группы, то можно получить около ста только основных тональных конфигураций. Обычно, правда, все пространство возможных интонационных схем разбито на классы в соответствии с базовыми ядерными тонами. И, наконец, несколько слов о функции интонации. В английской интонологии конститутивная функция отделяется от дистинктивной. Конститутивные характеристики определяют общие свойства интонационной структуры, независимые от выражения тех или иных смыслов. Такой характеристикой является, в частности, четырехкомпонентная структура тональной единицы. А среди других конститутивных характеристик можно назвать, например, деклинационную ориентацию базового тона и тенденцию к изохрании. Напомню, под этим понимается равномерное чередование акцент. А среди дистинктивных функций тона главными являются и локутивная, и модальная. Эти два термина уже проходили у нас в самом начале лекции. Итак, среди дистинктивных функций тона главными являются и локутивная, и модальная. Первое, напомню, связано с выражением различий в цели высказывания. Например, частный вопрос оформляется нисходящим тоном ядра, а общий вопрос о восходящем, причем восхождение помещено на заядерной части, если она имеется. А вот вторая, то есть модальная, связана с выражением разнообразных оценок, показывающих отношение говорящего как к содержанию сообщения, так и к слушающему. Большое внимание в английской интонологической традиции уделяется акцентной структуре предложения, поскольку она несет информацию о коммуникативных характеристиках составляющих предложения. Например, данные, новая, фокус сопоставления и прочее. В английской интонологии используются две техники записи тональной конфигурации фразы. Фонологическая и фонетическая. Фонологическая запись, вот примеры у вас на экране, фонологическая запись содержит лишь показатели, характеризующие интонационные составляющие как целое. А в фонетической записи показываются тональные характеристики каждого слога. Вот эти два варианта записи и два вида записи, представленные на ваших экранах. Итак, это то, наше видео. На что я хотел обратить ваше внимание в связи с тем, что представляет из себя в теоретическом плане интонология современного английского языка. А вот в следующей части нашей телевизионной лекции мы обратимся к тому, что представляет из себя интонация и стиль речи, как взаимосвязаны эти два языковых феномена. Дело в том, что существует в англоязычной лингвистической традиции следующие интонационные стили, как они называются. Это стиль информационный, академический или научный, публицистический, под которым понимается в том числе и стиль публичного выступления, декламационный, актерский и, собственно, разговорный. Вот такие пять интонационных стилей представлены в современном английском языке. И наша задача будет сейчас достаточно простой. Нам надо будет просто познакомиться с тем, какие характеристики представлены в том или ином стиле. Интонационные характеристики речи я имею в виду. Начнем с стиля информационного. Я вам сейчас предложу комментарий к той записи, к тому виду записи, который вы видите на слайде. Итак, о каких параметрах идет речь при описании стиля. Параметры следующие. Это тембр, отграничения, громкость, уровни и диапазоны. Это темп, паузация, ритм, характер терминального тона. А также возможные контрасты между акцентными и неакцентными сегментами высказывания, предложения. А также те особенности, которые характеризуют предголовную акцентуацию. Ну, давайте посмотрим на то, как расшифровываются в данном конкретном случае, применительно к информационному стилю, эти фоностилистические характеристики. По тембру это беспристрастность, неэмоциональность, сдержанность, наставительность. Есть определенные ограничения, которыми характеризуется употребление данной фоностилистической характеристики. Паузация в большинстве своем характеризует синтаксические стыки. Эта паузация приходится либо на срединную протяженность фразы, предложения, либо на его окончание. Что касается громкости, то это уровень нормальный, одинаковый. Здесь возможен и такой термин, как пьяно, на всем протяжении порождения текста. Что касается диапазона полоса, то наблюдается его снижение к концу фразы. Темп нормальный, средний или немного замедленный, но одинаковый на всем протяжении порождения высказывания. Что касается ритма, то его можно характеризовать в этом конкретном случае, как систематический, хорошо организованный, изохронный. И надо отметить централизованную акцентуацию. Что касается терминальных тонов, то они носят нисходящий характер. И, собственно, практически отсутствуют контрасты между акцентуированными и неакцентуированными сегментами фраз. При этом обратите внимание, что речь идет о фоностилистических характеристиках. А второй пример будет касаться фоностилистических характеристик текста произносимого, но в том же стилистическом регистре. Напомню, информационный стиль мы с вами анализируем. Здесь вы можете уже самостоятельно отследить, как меняются основные фоностилистические характеристики текста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А вот следующий пример... Продолжение следует... 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 которые мы наблюдали в первом тексте. И естественно, поскольку речь идет о диалогическом тексте, то он весь составлен из диалогических блоков. Вопрос-ответ, стимул, реакция. Громкость, которая характеризуется такого рода текстом, напомню, что речь идет об информационном стиле. Громкость нормальная или немного сниженная. А вот диапазон достаточно вариативен, особенно в том случае, когда речь идет о семантически знаково важных элементах сообщения. Темп медленный или нормальный, опять-таки в зависимости от того, приближается ли высказывание к своему семантическому ядру. А вот паузация может носить любой по длительности характер. Дело в том, что в данном случае паузация уже является знаком большего или меньшего контакта взаимопонимания между говорящими. Ритм, соответственно, не носит систематически выраженного характера и очень вариативен. При всем том, терминальный тон сохраняет нисходящий характер. Продолжение следует... Следующий пример отсылает нас к академическому стилю... Здесь вы можете также самостоятельно попробовать... Выявить те отличия, которые принципиально отличают стиль академический от информационного. Продолжение следует... 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 Какими особенностями характеризуется разговорный стиль? Давайте посмотрим на этом примере. Обратите внимание на то, что здесь особую роль приобретают экстралингвистические факторы, такие как знание контекста и паралингвистические элементы. Отсюда такое явление, как эхолалия. То есть вопрос, который является повторением фразы партнера по диалогу. Естественно, что любой диалог в разговорном стиле отличается отсутствием заранее запланированной схемы, по которому он ведется. И, естественно, это предопределяет постоянные сбивы. То есть нет плавности в порождении текста. И в том числе параллельные фразы, которые могут одновременно звучать в беседе. Здесь также интересно тот набор фразеологизмов, междометий, разговорных выражений, которыми сопровождается и который характеризуется весь этот стиль. Обратите также внимание на то, что протяженность интенционных групп практически минимальная в этом стиле, разговорном стиле. Типичными являются нисходящая и высходящая интонация. Что связано с особой эмфазой, эмфатические характеристики этого стиля. Отсюда и паузация, которая практически проистекает наугад. Это тоже не планируется. Это то, на что я хотел обратить ваше внимание в нашей сегодняшней телевизионной лекции, посвященной интонации современного английского языка. Напомню, что мы с вами обсудили основные теоретические параметры интонологии английского языка, интонационные группы, ядерные тоны, функции интонации, а также интонацию и стиль речи. Наша очередная телевизионная лекция подошла к концу. Мне остается попрощаться с вами и порекомендовать некоторую дополнительную литературу по теме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода!